Утром приближаемся к Йом-Кипуру, который начинается после завтра вечера. Йом-Кипур, хотя является праздником, но имеет статус, похожий на шаббат. Почему? Обычно у нас праздница между шаббатом и праздником, что праздником можно делать все виды работы, которые нуждаются для подготовки пищи. И все виды малахот, которые тоже помогают, как, например, на улице, принести вещи в одно место, в второе место. Это разрешено в Йом-Кипуру, в шаббат нельзя. Но что касается Йом-Кипуру, Йом-Кипуру имеет статус как шаббат, и не как Йом-Кипуру, поскольку в Йом-Кипуру не надо готовить еду, поскольку нельзя кушать. Поэтому Йом-Кипуру является праздником, но имеет статус похожий на шаббат в отношении малахот. Есть какие-то маленькие нюансы, но на самом деле это есть такое правило. Веленский Гаон объясняет, что в Ахшатаму Адот, в книговой игре Ахшатаму, там написаны все праздники, и до того, что Тора начинается с праздниками, Тора начинается шесть дней, вы должны работать, в седьмой день вы должны отдыхать. Так шаббат, какое отношение имеет шаббат с праздниками? Приходит Веленский Гаон и объясняет, что на самом деле по Торе у нас есть шесть дней праздника. Есть первый день Песах, последний день Песах. Один день Шаврот, это три, один день Рошанай, это четыре, первый день Суккот, это пять, и Шминья Церств, это шесть. Это шесть праздников. Седьмой день праздника, это Йом-Кипур. Шесть дней вы можете вести все работы, которые необходимы для подготовки пищи. Седьмой день праздника, который является Йом-Кипур, нельзя, поскольку Йом-Кипур имеет статус, как шаббат. Так объясняет Веленский Гаон, что написано по шатерному. Йом-Кипур имеет статус, как шаббат, мы сказали. Но есть еще дополнительное, что есть пять инуим, пять запретов в связи со тостом. Нельзя кушать, нельзя выпить, нельзя миться. Кроме, что остальное необходимо, наутренно, после того, что человек был в туалете, и так далее, до конца пальца. И нельзя мажать себя маслом и одевать кожную обувь. Можно одевать не кожную обувь, но кожную обувь нельзя одевать во время Йом-Кипур. Если человек болен, значит, обычно написано, что во время четыре постов, когда женщина беременна, женщина, она младшая женщина, она не должна поститься. Потому что, что касается моего духов, любой человек должен поститься в исключении того человека, если это опасность на жизнь. Если опасность на жизнь или возможность, опасность на жизнь, тогда не только что не надо поститься, нельзя поститься. И здесь, что касается всех этих вопросов, надо подойти к раввину. Но до того, что человек подходит к раввину, человек должен подходить к своим врачам. И врач должен ему сказать, если ему разрешено держать пост в течение сутки. Если врач говорит, что ему нельзя по медицинским причинам держать пост в течение сутки, тогда человек должен подходить к правилам. Тогда есть две варианта. Или первый вариант, что человек может называться есть шиурим. Когда человек кушает меньше, чем какой определенный размер, это считается, что человек не нарушил пост совсем. Это, конечно, нарушение, но считается, что человек постельца. Значит, есть две разные размеры для питья и для еда. Для питья это меньше, чем полная шея, половина шеи человека, жидкость, вода, все жидкости в медицинской области, это вода. Меньше, чем это, это называется меньше, чем шиура. И что касается, это индивидуально для каждого человека. Если человек гигант, который имеет половину шеи на размере полметра, это один шею. Если человек, он лилипутан, имеет шею на 3,5 миллиметра, тогда это другой шею. Но что касается, еда, еда это одинокость для любого человека. Наши мудрецы говорят, как кокутевет хагаса. Это как финики. Меньше, чем размер яйца и чуть-чуть больше, чем размер масла. Наши мудрецы сегодня считают, как 40 сантиметров пюре, который это и человек может кушать, и человек, если человек необходимый из медицинских изменений, кушать шиуры, он кушает это меньше, чем этот размер, и пьет этот размер, должен подождать 9 минут, и потом он может опять. И питья, и еда, они не мешают друг другу. Значит, можно купить и цеплять человека. Но этот человек, который ему это необходимо, ему это хватает. Но есть такие больные люди, которые для них на самом деле это не хватает, они должны нормально покушать. Когда врач говорит так, тогда человек, он объяснил, нормально покушать. Я знаю, что, не знаю эту общину, у меня это еще не случилось, но другие общины очень много раз вызывают раввина в больницах, вызывают раввина в дом для престарелки, чтобы уговаривать больных людей, что они кушали во время Йон-Кипуру, поскольку они просто не могут кушать во время Йон-Кипуру. Просто для них это вопрос жизни и смерти. И до того, что раввин сам подойдет к ним, говорит, что тебе необходимо покушать, они не это делают. Поэтому надо строго, конечно, люди, обычные, которые диабетики, которые принимают инсулин, в первой стадии это не 100% необходимо, но потом, в дальнейшей стадии, надо обязательно, если человек больной, он должен обратиться к врачу до Йон-Кипуру, чтобы узнать, если ему это разрешено или запрещено проститься. И если да, если ему не хватает, это минимальный размер еда, шурим или он должен нормально покушать. Есть очень интересная история с раввиной Саланта. Он был раввином в Вильнюсе. Какая-то мемель? Мемель. Но говорят, что это случилось в Вильнюсе, что была там эпидемия, холера. И это не значит, что люди заболели. Но если люди ослабились, они могли заболеть намного быстрее, чем обычные люди. И он поднялся на Ангон, на вечер в Йон-Кипуру, делали кедуш перед всей общиной. И здесь этот рассказ начал бурное обсуждение у охраны, если, например, есть человек или детей, например, если есть человек или детей, которые им по медицинским причинам, они должны держать пост в Йон-Кипуру. Они им нельзя держать пост в Йон-Кипуру. Вопрос. Они должны делать кедуш или они не должны делать кедуш? Обычный праздник, надо, нельзя кушать до кедуша. Но, естественно, во время Йон-Кипура нет митцва покушать. Но для обычного, для этого человека, которому нельзя поститься, ему митцва покушать. Значит, это станет для его обычного праздника, есть кедуш или нет. Большинство охраны говорят, что нет кедуш, поскольку этот человек является исключением из правил. Поэтому он может кушать без кедуша. Мошеф Эйнштейн, например, считал, что надо сделать кедуш для человека, как не в чурим, если человек, ему необходимо кушать нормальный трапез во время медицинских причинений, этот человек должен сделать кедуш. Теперь Anything A-K-K-K-K-K-K-K-K-K, это может быть подкуп, который в чурим, который будет ел и вос� во время медицинских причинения. В ere輩ов he цикла при том, что это может быть подкуп? Это может быть подкуп, кто будет ел и вос� во время медицинства. Но это значит, что для ĐÉтики, которая кушать в кедуш и вос� во время медицинских причинений. Итак, я Nickelodeал Г-Ханан, не внедеркشر. salary долженガко восшать, кое-к bun imбеден, что будет ре yardım, для них мерзнул тар籮, как идет, который я говорил на народным Frankie ел и ор. Продолжение следует...